Добрый вечер, уважаемые телезрители! Я Анатолий Голев, вы смотрите новую неделю на ТВ-8. Вчера мы вас подробно информировали о ходе выборов в местные органы власти. До поздней ночи подводили итоги, освещали результаты выборов, комментировали с аналитиками, обсуждали различные околовыборные события. Сегодня слышал много слов благодарности за то, что мы подробно и оперативно информировали. Спасибо за это всей команде ТВ-8 и спасибо вам за то, что вы нас смотрите. А сегодня уже в более спокойной обстановке обсудим вчерашние выборы. Как мы договаривались, две недели назад в студии сегодня исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский. Здравствуйте. Добрый вечер, спасибо. И политолог Корнелю Чуря. Мы тогда после эфира делали прогнозы, они у меня есть, мы их обсудим. Но сначала я вас хотел спросить обоих, как оцениваете результаты вчерашних выборов. Владислав был вчера у нас и в прямом эфире во время подведения итогов, но все-таки вчера было по горячим следам, а сегодня так, спокойно, размеренно, оценивая все, что произошло. Ну, я бы, наверное, характеризовал бы это одним словом. Ничья и основная борьба переносится на президентские и на парламентские выборы. И при этом, конечно же, эти выборы, как в принципе и стоило ожидать от выборов, закрутили очень много интересных интриг, о которых, я думаю, мы поговорим в ходе... На выборах ничьи не бывает. Ну, почему же бывает? Мы вчера только вспоминали... Очень даже бывает. Мы вчера вспоминали тот пресловутый экзит-пул 2019 года, когда на выборах местные органы власти, когда организаторы вышли и сказали, экзит-пул показал ничью. Экзит-пул показал ничью, да, вот точно так же. Но, конечно же... Было смешно, потому что экзит-пул, в принципе, показал ничью. И, собственно говоря, все, наверное, люди, которые следят, наблюдают за выборами, которые наблюдают за сменой власти или за сохранением власти, они всегда смотрят на тенденции, на тренды. Это, пожалуй, наверное, самое... Да, давайте Корнелев выскажет свое мнение. Есть победители, кто кому забил? Нет, каждый отмечает... Но это характерно для политиков. После выборов нужно объяснить избирателю, почему ты победил, даже если ты проиграл, это железное правило в политике. Я его уважаю, поэтому я с интересом слышал, как наблюдал, как политики, каждый объясняет, что он одержал победу. Конечно, в меньшей степени это касается партии «Шанс» и «Шора», потому что им объяснять-то нечего. Их просто изгнали из гонки. Но нельзя сказать, что и они проиграли, потому что при определенном раскладе они могут использовать это в свою пользу, особенно в судах, если это все пройдет. Это я в первую очередь отмечу. А так все говорят об удачных результатах. Наверное, довольны и СДК, и КИКУ. ПАС говорит о своей победе. Правда, эта победа может быть перовой, потому что есть определенные и негативные тренды, и их нужно останавливать. Если они не остановят, то тогда им будет худо. То есть, в принципе, конечно, я соглашусь с тем, что все переносится на потом. Эти результаты выборов, они мало что нам говорят о том, что будет дальше. То есть мы должны будем наблюдать. Не окончательно. Это не какие-то не окончательные результаты. В принципе, это и ожидалось. Мы говорили перед выборами, что эти выборы в местные органы власти, как и социологические опросы, они не дают точного диагноза, они показывают тенденции. Кстати, мы увидели неплохие опросы на этот раз. Я увидел пару опросов. Не буду назвать фирмы, чтобы не рекламировать, но, по крайней мере, скажу, что видел опросы, которые чуть ли не тютелька в тютельку, хотя вроде было сложно предсказать. Да, вчера Игорь Бацан тоже говорил, что опросы были очень хорошо обозначены тенденцией. Но, конечно, никто не мог предвидеть никакой опрос, что партия «Шанс» будет снята с выборов. В какой степени это повлияло на исход голосования? Безусловно, это повлияло. Но это есть две версии. Есть версия партии «Шанс», я к ней отношусь полно серьезно. И здесь есть аргумент, что это очень сильно повлияло, потому что у партии «Шанс» намечалась чуть ли не треть электората. Почему эта версия, ее нужно принимать всерьез? Потому что многие могут сказать, что это все не так. Но тут обратный вопрос. Извините, пожалуйста, если у них не было этого роста. Почему вы тогда их сняли? Вот на этот вопрос, почему сняли партию «Шанс»? Сняли их, потому что. Читайте постановление национальной комиссии. Но не обязательно в это поверить. На этот раз, мне кажется, у снятия партии «Шанс» был чисто электоральный контекст, а не геополитический. Потому что, когда этот аргумент используется... Нет, согласно решению комиссии, был криминальный контекст. Ни геополитический, ни политический, ни электоральный. Была дестабилизация, тоже использовалась. Ну, использовала дестабилизация, но речь шла главным образом о подкупе. Да, но мы помним, что Усатова когда-то тоже снимали из-за денежных вопросов. Но там тоже был электоральный контекст. То есть нужно было убрать конкурента. И если принять эту версию всерьез, то убрали конкурента, который рос и который представлял определенную угрозу. Нет смысла убирать конкурента, который не представляет угрозу. Вот поэтому я сторонник того, что убрали очень важную политическую партию. И ПАС это аукнется. То есть последуют судебные тяжбы. И они, конечно, многие сейчас будут говорить, да, это несущественно, это не очень сильно. Ну, аукнется, я думаю, что господин Шор и его сторонники будут строить и себя жертву. У нас жертв любят. И это повлияет на... Стоп, что значит строить? Они являются жертвой, господин Усатова. Нет, вы сказали про партию Патрия, господина Усатова. Здесь есть, на мой взгляд, важная разница. Усатый до последнего с пеной у рта доказывал, что не было незаконного финансирования. Его снимали в суде. Суд не доказал, что было. И он, в конце концов, правда, через 8 лет выиграл в Европейском суде по правам человека. Здесь такого не может быть? Здесь такого не может быть. Объясню, почему. Да, объясните. Потому что господин Илон Шор сказал, да, я финансировал партию Шанс. И финансировал не на 1 миллиард леев, а на 3 миллиарда леев. По-моему, это является... Мы опять превращаемся в прокурор. Давайте оставим судей и прокуроров решать. Это все надо будет обсуждать. А вы уже знаете наверняка, что проиграет из-за этого. Нет, мы обсуждаем. Я говорю, что Усатый категорически отрицал. Илон Шор, наоборот, подтверждает. Все решится в суде. Надо подозревать. Но не надо заведомо... Нет, 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 я не говорю, что суд решит. Может обращаться, конечно. Главное, чтобы из этих денег, о которых Илон Шор говорил, что он финансирует политические партии, чтобы он не финансировал заодно и суды, и судебные инстанции. Заодно и не финансировал и тех, кто будет принимать решения. Потому что и об этом он тоже говорил прямо достаточно в ходе многих ранее уже озвученных судебных процессов. Но дайте мы возьмем с конца о том, о чем сказал Корнелю. Потому что мне кажется, что он сказал достаточно важную вещь. Действительно, теперь очень сложно понять, каковы правила. Потому что решение было принято не судебной инстанцией. Решение было принято чрезвычайной комиссией, чрезвычайкой. И, конечно, при определенном раскладе это может создать прецедент на будущее. Многие об этом говорят, что к такого рода методам могут прибегать и в дальнейшем. С другой стороны, то, что нам сказало правительство, это крайне серьезно. Правительство сказало, что, по сути, мы имеем дело с партией, которая хотела купить выборы. Правительство сказало, что у них есть 160 томов уголовных дел. Есть аудио, есть видеозаписи, есть доказательства, есть свидетельства того, что эта партия не собиралась участвовать ни в каких выборах. Она просто собиралась банально их купить. Я думаю, что очень важно для всего общества это все увидеть. Очень важно, чтобы эти доказательства были предоставлены действительно. И если это так, то вопрос, собственно говоря, отпадет сам собой. Потому что действительно нельзя позволять кому угодно прийти и просто взять и купить выборы в Республике Молдова. Потому что тогда это нарушило бы правила игры в намного большей степени, чем снятие этой партии с выборов. Да, снятие с партии выборов было необходимым злом, если хотите. Если все те обвинения, которые правительство предъявляет этой партии, если все они подтвердятся, если они все действительно будут доказаны. В судах. Но главное, чтобы эти суды были свободны. Главное, чтобы эти суды, опять же, не были куплены людьми, которые в этой тяжбе будут участвовать. Вот. Ну а вообще нам необходимо, мне кажется, это поместить еще в более широкий геополитический контекст. Тут важно понимать, что, по сути, мы сейчас проходим через период распада постсоветского пространства. Переопределения геополитического постсоветского пространства. И борьба за геополитическое влияние ведется без перчаток. Все перчатки сняты, все методы и средства хороши, правил нет. Вот. И поэтому правительство, значит, ну из моих разговоров, по крайней мере, с очень многими коллегами, правительство говорит о том, что действительно сегодня ведется очень серьезная, целенаправленная работа для того, чтобы правительство Республики Молдова сменить, для того, чтобы его отправить, значит, в отставку, привезти к власти другое правительство всеми правдами и неправдами, используя все возможные методы и средства. Зачем и для чего? Ну, здесь, по-моему, ответ абсолютно очевиден. Для того, чтобы Республика Молдова там не села в этот европейский поезд и не уехала из сферы влияния России каким-то образом. Вот. И поэтому этот более широкий геополитический контекст тоже крайне важен. Нам тоже нужно понимать, в каком мире мы сегодня живем. Значит, мне кажется, что мы там часто вот в своих местечковых разборках не уделяем достаточного внимания тому, что происходит в Украине. Мы недостаточно внимательно смотрим на то, что в соседней с нами стране идет война, и что никто, никто абсолютно не мог подумать, что такое вообще возможно. В феврале 2022 года очень многие люди, значит, говорили, да это невозможно. Причем это говорили аналитики, значит, и... Абсолютно все, да? Да, и аналитики, и политики, и самой России, там, это всюду они говорили, что это невозможно. И вот нам тоже необходимо понять, что все поменялось, правила игры переопределились. И сегодня, возможно, все. Возможно, в том числе война и против нас. По поводу нарушений. Были ли они только вот до выборов, или вот после решения о снятии партии «Шанс» очень много говорили о том, что вот они перегруппировались, они подкупали избирателей, и в том числе и в День тишины, и они знали, они готовились, что их снимут. Вот вопрос к господину Чуре. Они знали, что их снимут, потому что вот власти так хотели, или они знали, что их снимут, потому что они сознательно нарушали законодательство? Я думаю, первое, конечно. Другие думают, я думаю, вы думаете, последнее, второе. Но исходя из того, что представители партии «Шанс» считают, что они невиновны, я думаю, что они считают, что против них было совершено специально вот все эти спецоперации, когда к ним ходили в гости люди с масками, полиция к ним приезжала. То есть, с моей точки зрения, понятно была спецоперация властей против партии «Шанс». Но есть и противоположная точка зрения. Я немножко удивляюсь, что она так сильно продвигается серьезными людьми. Но тем не менее, да, я вижу, что некоторые считают, что партия «Шанс» специально подставлялась, чтобы ее убрали. Якобы ей это выгодно, чтобы она немножко пошалила вот таким образом, и чтобы ее сняли, и о ней говорили. Мне кажется, у власти были очень конкретные интересы изначально, причем не сейчас во время выборов, а еще когда они убирали партию «Шор», причем это был долгий партий, закрывали телевидение, то они изначально... И господин Курминский абсолютно прав, здесь и геополитический контекст помог. То есть, была задача поставлена еще в прошлом году на то, чтобы убрать оппонентов. И здесь произошла, с моей точки зрения, манипуляция партии «ПАС». Они подставили, то есть, сделали так, что оппонент «Шор», они их представляют, как они это делают, это тоже как пророссийская, пропутинская, чисто стопроцентная партия, и благодаря этому они получают как бы от Евросоюза, от Запада зеленый свет. А это не так? Я думаю, что не совсем это так. И, честно говоря, я не видел, а если это так, то будьте добры и представьте аргументы по телевидениям, по партии «Шор», по партии «Шанс», что это пророссийская, пропутинская партия. Пока я не увижу про себя, про моих коллег, про партию «Шор», про партию «Шанс», что доказательства, а я их ничего не увидел, то, извините меня, это поклеп, это обман, это чистейший, давайте назовем иначе, это манипуляция и дезинформация, с целью убрать игрока, серьезного политического игрока с арены и победить на выборах недемократическим путем. Я это так вижу. С чего бы здесь начать? Все те нарушения, которые были зарегистрированы в ходе дня выборов, они существенно на исход голосования не повлияли. Снятие партии «Шанс» действительно перевернуло доску, на которой велась игра. Уверен абсолютно на 100%, что снимали партию «Шанс» не потому, что они представляли собой какого-то серьезного электорального противника, и что они могли бы там, не знаю, получить какой-то серьезный электоральный результат. Потому что если это было бы так, то уже проще и лучше бы снимали бы, допустим, с гонки мэра Ивана Чабана и всю его партию «Мам», потому что вот они добились очень серьезного результата. Они с первого тура выиграли выборы в Кишиневе, и с первого же тура они зашли там с 20 мандатами в муниципальный совет Кишинева, в котором, напомню, 51 мандат. Если бы это было так, если задача была бы в том, чтобы убрать своих электоральных конкурентов, то убрали бы там партию социалистов Республики Молдова, например, которые взяли второй электоральный результат. Я думаю, нам не стоит, значит, манипулировать всеми этими вещами, нам стоит подождать доказательства. Эти доказательства обязательно должны появиться. Они должны быть представлены, они должны быть четко разложены, то, о чем говорилось. Из моих источников, из всех, значит, я очень много разговаривал с другими электоральными конкурентами на выборах. Они полностью, в том числе, кстати, и партии социалистов, в том числе и вроде бы как бы попутчиками или друзьями поливоцентристского плана. То есть социалисты были против, Дадон был против снятия партии Шарфа. Но они все подтверждают, на слова. Ну, правильно. Давайте я доведу свою мысль на концерт слова. Я разговаривал с очень многими электоральными конкурентами, всеми избирательными конкурентами, не буду называть с кем, но с большинством из них. И большинство из них, большинство, еще раз подчеркну, прямо говорило, что партия Шанс, это партия, которая собирается, покупает, не собирается, а покупает выборы. Об этом говорили сами электоральные конкуренты. Причем, еще раз подчеркну, об этом говорила не партия. Когда в финале Усатова тоже все были за. Тоже все были за. С Усатова была совершенно другая история. Там все объединились. Я согласен, с Усатому закинули на счет какие-то деньги. Совершенно разные ситуации. Да, потому что Усатова никто... Почему? Все были и Филат, и Плохотнюк тогда, и Дадон. Все хотели же его снять. Усатова никто не обвинял в подкупе избирателей. Этого не было. Вы говорите про мотивы. Я говорю про то, что все согласны были тогда снять. Есть документальные свидетельства. Я говорю это из своих частных разговоров с очень многими людьми, которые принимали участие в этих выборах. И абсолютно все из них говорили, что эта партия представляла собой очень серьезную угрозу для честного процесса. Потому что, Корнеллио, представьте себе, мы играем с вами в футбол. Вот у нас есть две команды. Вы что, сейчас хотите сказать? Корнеллио, послушайте, у нас есть две команды. То есть вы там команда красных, я команда белых. И вот мы играем с вами в футбол, вы бежите к судье, и тупо ему начинаете вываливать чемоданы денег. И судья этот начинает принимать абсолютно все решения в вашу пользу. Кто, покажите мне эти чемоданы денег. Мы должны их увидеть. Но все абсолютно говорят, что это... Говорят. Говорят, это не значит, что они про Усатого тоже говорили. Теперь дальше. И я задавал себе вопрос. А были ли какие-то другие способы и средства на это повлиять, или как-то эту ситуацию разрешить? Наверное, можно было просто оставить все, как есть. Ну, пусть покупают выборы. Пусть они купят себе там один район, второй район, третий район. Пусть они себе бельцы купят. Просто спросите, когда вы поговорите с кандидатами, которые принимали участие в Бельцах. Я об этом хотел сказать. Вы спросите просто о том, что там происходило. Вы просто спросите, задайте этот вопрос прямым. Вот так не решаются дела. ЦИК есть, который должен принять решение. Суды, которые должны принять решение. Поскольку Республика Модова столкнулась с абсолютно беспрецедентной атакой в этом смысле, то и средства реагирования должны были бы быть выбраны соответствующие. Средства реагирования выбирали в последнюю минуту. Согласен, что это была проблема. Это, наверное, нужно было делать раньше. Но это как на войне, знаете. Когда там твой противник применяет против тебя какое-то оружие, ты выработаешь контрмеры против этого оружия в течение 3-4 месяцев. У страны не было этого времени. Поэтому было принято вот такое вот чрезвычайное решение. И я думаю, что, знаете, как время нас рассудит, правда это было или нет. Потому что, и тут я с Корнелию согласен. Если это решение было принято, если то, что говорит Корнелию, правда, если это решение было принято для того, чтобы устранить электорального конкурента, то это, конечно же, приведет к беспределу в будущем. Если же это решение, как говорят все электоральные конкуренты на выборах, было, значит, принято для того, чтобы устранить человека, который разносит чемоданы кэша судье... Хотел бы я его увидеть. А вы его видели? В телевизоре. Вы его знаете. Он все время уже размахивал раньше с черной суммой. Зачем мы будем стесняться, Корнелию? По поводу выборов в Бельце. Мне тоже очень интересно, что будет с выборами в Бельцах. Потому что вчера во время прямого эфира мы связывались с разными кандидатами. И у нас в эфире три человека разных, не сговариваясь и не слушая друг друга, не выслушав друг друга, говорили о том, что в Бельцах в воскресенье, в субботу покупали голоса и назвали одну и ту же сумму. Доходило до 300 долларов за голос. Об этом сказал Виктор Керонда, кандидат в Кишиневе. Об этом сказал Штефан Глигер, который в Бельцах работал, кандидат в Кишиневе. И об этом сказал Рената Усад. 300 долларов за голос. И вы в это поверили. Вот есть три человека, я там не был. Есть три человека, которые об этом говорили. Я жду, что они обратятся в суд, в окружной избирательный сад. А протестуют выборы. И посмотрим, что будет дальше с выборами в Бельцах. И также есть намерение, насколько я сегодня слышал, протестовать выборы в Аргееве. Где тоже это все очень странно, когда появляются вот такие кандидаты, которых никто в жизни никогда не видел. Корнелев, ну согласен. Нет, это политическая технология. Почему? Вы не хотите меня познакомить с госпожой Коршиковой? Я ее прекрасно знаю. А ее никто не видел в Кишиневе. Здесь прошел трансфер имиджа. То есть поступили неправильно. Недемократичность партии. Но вы же прекрасно знали, что они были подготовлены. Вы сами мне сказали, что в Бельцах Чор имеет пять. Вы мне это говорили в прошлый раз. Вот это подтвердилось. И в Аргееве четыре. Смотрите, скажите мне, пожалуйста, а что это вообще за партия такая, которая готовит по четыре-пять кандидатов на выборы в одном и том же. Это я вас должен спросить. Почему мы в Молдове должны готовить вот такие технологии? Это сетевая технология. Потому что у нас такая власть. И все знают, что и просто будут убирать, снимать кандидатов. Неправильно. Это потому что люди, которые эти сетевые технологии готовят, они понимают, что они поступают противозаконно. И они понимают, что... А что здесь противозаконно? Но их там снимают, знаете, как и граф Чапаева. Почему противозаконно, господин Геннадзе? Значит, и граф Чапаева. Одного выбили с доски, пришел другой, пришел третий. И так по всей стране. А скажите мне, пожалуйста, что за структура способна организовать вот такую сетевую технологию по всей стране? Эффективная, которая может руководить и страной. Вы когда-то пробовали организовать? Потому что я как бы участвовал в разных, значит, в организации разных выборов. Вы хотя бы пробовали организовать выборы для одного кандидата? Господин Кульминский, сейчас эффективные структуры, это сетевые структуры. Сетевые, они сейчас дают результат. И власть тоже должна иметь. Только одна партия придумала эту сетевую структуру. Нет, есть сетевые структуры и у других. Я вынужден прерывал за счет сетевых структур. Почему у всех остальных партий не было такой сетевой структуры? Почему они пришли с одним кандидатом? У вас выиграли выборы за счет сетевых структур. Я вынужден прерывать ваш интересный спор, потому что у нас время рекламы на ТВ-8. После рекламы мы поговорим и с одним из руководителей миссии наблюдателей, которые расскажут нам, какие они увидели нарушения. Потом мы прокомментируем, вернемся и к нашим прогнозам. Оставайтесь с нами, скоро вернемся в эфир. Мы вернулись в прямой эфир. Мы пытались связаться с председателем ассоциации «Промолекс», которая осуществляла наблюдение за выборами, чтобы поговорить про нарушения. Пока не получается. Если удастся наладить связь, мы выслушаем и продолжим про эти нарушения. Я хотел вернуться к нашим прогнозам. То, с чего я начал передачу. Мы, в принципе, две недели назад, да, мы говорили. Мы говорили в студии, потом вышли. И вот на таких бумажках, не совсем чистых даже, на чем было, мы написали. Должен сказать, что прогноз Владислава Кульминского был ближе всего. Я написал свой прогноз, что будет второй тур Чабан по Кишиневу. Мы делали по Кишиневу. И по Республике, по Примарам. Я написал, что в Кишиневе Чабан возьмет 48, Карп 25. И будет второй тур. В Бельцах, что будет Шапа, ее сняли с выборов 45. И во второй тур будет Горишин с 30%. Я ошибся. По Республике я написал, что ПАЗ возьмет 330 Примаров. Партия социалистов 180. Шанса 200. Корнелию Чурья написал... Я забыл про Албух в Кишиневе, да. Не про Албух, про Карпа. Вообще, что он... А, ты забыл? Да, забыл. По Кишиневу Корнелию Чурья написал, что будет второй тур. Чабан 45 будет во втором туре с Албу. Шапа выиграет в Бельцах с первого тура. ПАЗ 250 Примаров, что почти точно 244 взяли. Шанса 200. Социалисты 150. Ну, тут близко. Ну, самый точный прогноз у нас у Владислава Хульминского был. Он сказал, что Чабан выиграет в первом туре. В Бельцах будет тур удой Шапа и Петков. Что, опять же, близко к реальности. Вы в дальнейшую часть не озвучиваете, потому что это будет реклама, Анатолий. Я там даже написал, кто выиграет в Бельцах. Почему? Нет, дальше нет, кто выиграет. Нет. Петков с Шапа. И это ближе. У нас сейчас нет избирательной кампании. Мы можем говорить. Мы были очень осторожны до выборов. А сейчас, до того, как назначен второй тур выборов, мы можем обсуждать. Потому что сейчас как бы не избирательная кампания. Ну, близко. Потому что Петков вышел не с Шапы, а с кем? С Коршкова. С Коршкова. Ну, это фактически то же самое. Даже не буду спарить. Пас около 300 примаров. 244, как я сказал. 25% советников в районных городских советах возьмет пас, прогнозировал Кульминский. На самом деле они взяли больше. Больше 30%. Чуть больше 30%. И что шансы и левые партии возьмут большинство на этих выборов. Ну, левые партии точно не взяли большинство. Как вы уже сказали, ничья. И еще тут господин Кульминский написал про ЛДПМ, что возьмет 50 примаров. 3-4% на национальном уровне. Что тоже почти правда. Что вы можете сказать сегодня по поводу своих прогнозов? Нужно их исправлять. Это не впервой. Галерий, можно я привожу на секунду? Знаете, в чем прелесть политологов и аналитиков? Которые потом объясняют, почему они... Можно потом всегда в любую секунду сказать, да, это реальность была неправильная, дайте перепишем сейчас. Но на самом деле я сказал господину Голю еще тогда, когда мы сделали прогнозы, что не стыдно ошибиться, потому что мы не пророки. Политолог это не пророк. Он объясняет больше, анализирует, использует аналитические свойства для того, чтобы проанализировать ситуацию. Но не обязательно нужно быть... Более того, вчера, будучи в эфире, я два раза сказал, что когда озвучили 54% Иоанн Чабандру, ну первые результаты, я сказал, что точно будет второй тур. Я вчера был уверен и два раза об этом сказал. Я объясню почему, да, политологи умеют объяснять почему. Потому что у нас всегда, когда начинается подведение итогов, считают вначале центр, ботанику, ботанику, и все время левая партия уменьшается. И тут вот объясните мне явление. Явление очень интересное. Я сегодня пытался проанализировать. Очень любопытную вещь обнаружил, которая аргументирует в принципе, почему не было второго тура. Считали пригороды в начале или как? Нет, считали пригороды в конце. Но в двух пригородах, в Бачой и Ставчене, выиграли с большим отрывом кандидаты от ПАС. В Ставченах и в Бачой. Причем в Бачой выиграл с, я не могу найти эти цифры, но я их помню. В Бачой выиграл с отрывом 90%. Но мэр в Бачоях, он очень, по-моему, не пасовец. От ПАС тоже. Мэр в Бачой выиграл 91%. Ну да, уверен. Мэр в Ставчен выиграл 73%. А на выборах Примара Кишинева голоса разделились. И вот за счет этого разрыва образовалось где-то в одном населенном пункте и в другом 1700 и 1800 избирателей получил Ион Чабан. И вот это, в принципе, те голоса, которые позволили ему выиграть в первом туре. Потому что 1% это 2600 голосов. А он прошел с 0.56 во второй тур. То есть ему, если бы на полторы-две тысячи голосов меньше, был бы второй тур. Почему вот так голосуют люди? Как это объяснить? Что в Совет местный голосует за ПАС, за кандидатов голосует за ПАС. Видимо, Чабан своим молчанием, своим ни туда, ни сюда, непонятная такая позиция политическая. Его все время, кстати, критиковали его бывшие коллеги, социалисты и другие политические партии, что у Чабана нету какой-то политической идентичности четкой. Он, в самом деле, я так скажу, он сокрыл себя, он спрятал себя. И за счет этого он победил, потому что он смог перетянуть и тех, и других на свою сторону. Все видели в нем возможного своего человека, который может выполнять. Но я скажу так, что эта стратегия, Чабана, постоянно себя скрывать, свою политическую, стирать эту свою политическую идентичность, он не сможет ее постоянно удерживать. И в определенный момент ему придется встать на чью-то сторону. И мне очень интересно, на чью сторону он встанет, потому что тайно станет явью. И мы узнаем, кто такой господин Чабан сейчас, несмотря на то, что он победил. Мы не знаем, кто хуя из министра Чабан. Мы не знаем, кто такой Иоанн Чабан. С политической точки зрения. Вот в Бачои Ляху Ильи от ПАС получил 92,23%. На выборах Примара Иоанн Чабан получил 39%. То есть практически пополам разделились между ПАС и МА. Ну, Анатолий, по сути, то, что вы говорите, это, заметьте, это не я говорю, это, наверное, с достаточной логической необходимостью следует из того, что вы сказали, что если был бы другой кандидат от ПАС, то, возможно, и второй тур был бы с большей степенью вероятности. Наверное. А слабый кандидат, да? Нет, нет, я этого не говорю. Я просто объясняю, почему я забыл господина Карпа в своем вопросе. Не павлите, пожалуйста. Мы этого не знаем. Но действительно, Анатолий очень правильно подметил тенденцию, что итоги голосования в Монсовете, итоги голосования по пригородам очень сильно отличаются от итогов голосования за мэра Кишинева. Там достаточно значительный разрыв в поданных голосах. Что касается Иоанна Чабана, ну, послушайте, по вашему счету, он, в принципе, применил такой же подход, чтобы не сказать технологию, которую в 2000 году применили на выборах президента, в 2020 году применили на выборах президента, в 2021 году применили на парламентских выборах. Это технология объединения, то есть это максимальное привлечение людей вокруг темы или повестки дня, которая всех объединяет. Но стираются различия. Абсолютно. И максимальный уход в сторону от вопросов или проблем, которые общество или, значит, избирателей разъединяют, которые, значит, максимальный уход в сторону от противоречивых тем, от тем, которые могут, значит, действительно как-то определить твою политическую идентичность. Это абсолютно правильно. И у него, надо сказать, это очень успешно получилось. То есть он, в принципе, значит, он, в принципе, подчеркивал исключительно одну вещь. Посмотрите на то, что было сделано в Кишиневе. Он, кстати, как и в 2020 году, если мы помним, не в 2020 году, вы помните, что, значит, не будем опять же называть имен, но не участвовали в предвыборных дебатах. Он тоже не участвовал, насколько я понимаю, ни в одном предвыборном дебате. Он в максимальной степени пытался не отвечать на атаки своих конкурентов. И это действительно сработало, потому что есть определенный фасад. А сыграл свою роль тот факт, что его практически не критиковали, за исключением Виктора Киронды, который бросил... А вот тут, Анатолий, вот тут... Даже Леон Карпий я бы не сказал, что он критиковал. Кстати, послушайте, вот здесь мы подходим к самому интересному вопросу. Потому что я думаю, что сегодня этот результат Ивана Чабана, он, конечно же, позиционирует его и его политическую силу как левоцентрическое образование, левоцентрическую партию, которая растет откровенно и объективно. И таким образом неминуемо... Она только в Кишиневе... Подожди, то есть таким образом неминуемо он войдет в противоречие и в столкновение с другими партиями, с другими лидерами, которые претендуют на этот электорат. Ведь не секрет. Для меня эти выборы показали очевидную одну вещь. То есть смотрите, на выборах 2020 и 2021 года ПАС, по сути, удалось, ПАС и президенту Майе Санду удалось взять практически все ключевые сегменты электората. Даже включая электорат на левом фланге. Для меня была одна самая интересная... Знаете, кто самый интересный комментарий, на мой взгляд, про те выборы сделал? Сделала Людмила Бельченкова. Она написала какой-то пост, где она сказала, слушайте, я, говорит, видел много разных выборов, но я какая-то не видела, чтобы просто политическая партия заходила на избирательное поле своих конкурентов, там топталась, забирала все голоса. Это было правдно. Это было правдно, потому что взяли абсолютно весь центристский электорат, взяли весь левоцентристский левый электорат, включая русскоязычных, и, соответственно, проевропейский. Большую часть, потому что это было и Ботаника, это было и Рыжкановка, это были результаты, которые... Владислав, каждая партия стремится это делать и делает в той степени, в которой ей позволяют оппоненты. Что произошло дальше? Сегодня, по сути, левый и левоцентристский сегмент избирателей. Он был во всем. Да, он на самом деле. Но он не перешел к одному. Но он не перешел, и это... И вот за него, именно за него, и будет, собственно говоря, вестись основная борьба, и вокруг него будет закручиваться основная интрига, как на президентских, так и на парламентских выборах, потому что, по сути, здесь мы говорим про большую половину избирателей. Это первое. И возникла новая политическая сила, которая претендует на вот этот сегмент электората, и это очень важное событие. Это какая политическая... Мам. Ну да, да. Пока что он только в Кишиневе. Второй вывод. Второй вывод, это то, что, значит, проевропейские партии, ну, по сути, никак себя не проявили. Очень много говорилось про то, что есть, как бы, там, значит, есть существует... Опять же, что считать проевропейскими партиями? И это тоже правильный вопрос. Это вопрос, кто вы, он, мне кажется, в равной степени... Потому что вы говорите, если мы говорим в целом о результатах этих выборах, вы упомянули господина Кику. На мой взгляд, партия полностью провалилась на выборах. А мне так не кажется. Он взял один... Ему так точно не кажется. Он вышел с такими... Хотя я не считаю господина Кику проевропейскую партию, я считаю ту, которая сейчас поддерживает Брюссель. Но, как бы, Брюссель это означает, вот, популари, как они... Корнеяль, он в партии развития Молдовы взяли один примар в райцентре. Да, да. Все. А назовите мне еще, кроме ПАС и социалистов, партию, которые бы взяли еще бы хотя бы один райцентр. Райцентр, наша партия взяла три. Два, по-моему. Три, почему? Три, я считал. Сейчас посмотрю, у меня тут есть... Райцентр Дроки они взяли. Райцентр Дроки взяли. Фолешта, наверное. Глодень и Фолешта. Я бы про эту партию сказал бы так, Анатолий. Я бы сказал, на маргиналов потянет партия Монакико, на маргиналов политической борьбы, но на партию, которая претендует на какую-то там серьезную роль в политической жизни, точно нет. Это не заявка на какую-то лидерство. А вот основа, которую заложил когда-то господин Плохотнюк, и говорили, что сейчас это переходит то ли к МАН, то ли к КИКУ. А на мой взгляд, это осталось в ПСД партии социал-демократической европейской партии. Они не имеют примаров в городах, правильно, но они имеют практически третий результат по районным советам. Это строил еще в свое время очень долгое время. Дмитрий Георгиевич Дьяков, он строил всю эту базу. Эта история, мне кажется, очень близкая, на самом деле. Ну, может быть, и Дьяков, да. Но как бы мне эта партия знакома. Изнутри. Да, и они подтвердили то, что они... Мне сказали еще до... Я им позвонил и спросил за неделю до выборов. Скажите, как там будет распределение. Они сказали, ПАС на первом, социалисты на втором, на третьем, если доживут шанс вместе с возрождениями, там альтернатива, мы будем на четвертом. Шанс убрали. Вот они на третьем. Они знали. Они знали. У них хорошая база. Многие люди, хорошие примари, лидеры местного разлива, они когда увидели, что ПАС пришел, а там уже места были заняты, более того, обвинения с плохотником, со всем этим, они решили остаться там, никуда не уйти. И вот эта партия сохранила определенный капитал, и поэтому они набрали хороший результат. Но хороший результат на местных выборах не означает, что он автоматически будет получен на парламентских. И это очень большая опасность именно для СДКов наших европейских, потому что я видел примеры, когда партии с хорошими результатами на местных выборах после этого проваливались на парламентских. И это есть такая угроза. А, и вы сказали, у кого еще есть примары. Потому что почему мы анализируем города и муниципи? Потому что там больше избирателей. И это все-таки электоральная база. Одно дело ты выигрываешь в селе, где 300 избирателей, другое дело, где хотя бы несколько тысяч. ЛОК, новая партия, Лига УРАШЛОРШКО МУНИЛОР, у них Александр Бужарянов, Лева 73 с хвостиком процентов, Штефан Воды, Вячеслав Кочу 70 процентов. Я вчера ошибся, когда сказал, что Кажакару Константину... Он в финале, он в финале. Но он вышел во второй тур, я думаю, он тоже выиграет. И вот, когда мы говорим о партии, шанс, что сняли, что кто-то выиграл, что кто-то купил, опять же, мы не говорим о маленьких селах. Но вот в райцентрах, мне кажется, что все, кто должны были выиграть, и кто проявил себя, они выиграли. Ничья. Я не говорю про села Бубуеч, где примары выиграли восьмой раз подряд, или в Селемет Чемешлийского района, где 20 лет примар. А вот города. Социалисты свои позиции удержали. Виталий Городинский, Берчаны 83 процента, Лилия Пилипецкий, Сороках 71 процента, Александр Мацарин, Ваня Ниной 78 процентов, Виктор Атаманюк в Окне. Извините, что вас приваю, но мне кажется, что вот очень многие голоса этой партии шанс потенциальный, которые, значит, могли бы, они наверняка бы перетекли. Мне тоже кажется, что... А почему перетекли? Потому что им не дали проявить себя. То, что вы подводите к чему? Что все взяли свое. А я подвожу к тому, что если бы были организованы хорошие выборы, то эти, которые должны были взять, могли не досчитаться очень многих голосов, как это произошло в Гагаузии. То есть такого сюрприза не получилось. А почему? Потому что убрали конкурент. Вы меня как раз прервали на Виктора Атаманюка в Окнеце. Вот он выиграл на грани 50-61 процентов. Это кандидат от партии социалистов, бывший примар. Это тот, который в прокуратуру доложил, что его пытались подкупить супруг Ирина Лазован, которая была там раньше лидером социалистов и которая сейчас, будучи под домашним арестом... Она, по-моему, на третьем месте, да? Она на третьем месте получила 13 процентов. Но она избирательную кампанию не проводила, ее, конечно, там знают. И сильные примары независимые. Валентина Кассиан в очередной раз, Страшень, 80... Ну, там вопросов нет. Дандыш в Кагуле, да. Дандыш в Кагуле. В Кагуле, 73,5 процента. Анатолий Топал в Чедерлунге, 73 процента. Ну, я не знаю. Сейчас же у нас есть независимые, которые... А, Вячеслав Лупов, он не независимый. Он от альтернативной силы. Независимые, которые не хотят ассоциироваться ни с кем, но, в принципе, более-менее... Есть, которые независимые, как Арина Коршкова в Бельцах. А, ну, конечно. Есть такие независимые. Вопросы телезрителей. Вот спрашивают, ссылаясь на то, что сегодня написал господин Слусарь, о том, что партии власти надо проснуться, потому что это тревожный звонок, то, что сказал и Корнелл. Они получили 305 тысяч голосов после 700 тысяч на парламентских выборах. На парламентских выборах там еще было... Диаспора. Да, диаспора. Да, около 200. Где-то 550, наверное, по Молдове. 550, значит... Плюс Принюсовь, она... 500 чем-то. 500, да. То есть... 680 тысяч нам. Некоторые говорят, что это катастрофично, а другие говорят, что это некатастрофично. Я считаю, что это некатастрофично, никакой катастрофы не произошло. Вы правильно сказали, что, наверное, выводы из этих выборов, они достаточно ожидаемые, все при своих, и борьба переносится на президентские, на парламентские выборы. Но одна вещь для меня, значит, высвечивается, одна тенденция. Для меня высвечивается достаточно ясно. Судя по всему, парламентского большинства больше не будет. И можно уже начинать думать потихонечку, какого рода коалиционные правительства будут формироваться по итогам выборов. Корнелево тут... По итогам каких выборов? Парламентских? Парламентских. А я спрашиваю себя, а даже на местном уровне какие коалиции? Да. А, даже еще... Ну, это другое вопрос. Какие коалиции на местных выборах, мы поговорим после рекламы. У нас еще одна реклама на ТВ-8. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию. Мы говорили, господин Кульминский затронул вопрос после выборных коалиций, после парламентских выборов. Я думаю, что сейчас категорически не нужно заходить так далеко, потому что это очень далеко. А пока можно обсуждать коалиции сейчас, после местных выборов. В Кишиневе очень любопытная ситуация. 20 ПАС, 20 МАН из 51. И там социалисты 6, коммунисты, по-моему, 2 и по одному. Будут торги. Мы знаем, что означают торги по созданию коалиции. В районах ПАС на первом месте взяла первое место в 19 районных советах, но нигде не взяла большинство, 50%, чтобы назначить председателя района и формировать органы власти. Социалисты имеют большинство в двух районах. Они на первом месте в шести районах. Имеют большинство в Охнице и в Дон-Дюшанах. Могут сами сформировать органы власти. А в остальном, когда смотришь на эту палитру, там очень разношерстные партии. И очень нелегко будет создавать коалиции. И учиться создавать коалиции нужно там. Вот сегодня Виктор Чубанов, политолог, писал, что можем констатировать, что одноцветное правление ПАС подходит к концу. Во всяком случае, после парламентским выбором это станет очевидно для всех. Сейчас еще нет. Но уже сейчас ПАС не может самостоятельно формировать властное большинство. А значит, придется договариваться. В самом деле, не уйти же в оппозицию. Это хороший вопрос для партии ПАС, которая уже заявляет никогда. Но есть такая традиция в политике. Взять паузу, оценить результат, придумать план на игру. А уже потом что-то заявлять. У кого-то есть план на игру? Сегодня господин Додон сказал, что мы уже там ведем переговоры. У него, как всегда, три сценария. Я так скажу, что, в принципе, я не могу сказать, как будут выглядеть эти коалиции. Но ПАС вынужден будет отказаться от своего так называемого идеологического целомудрия. И начинать договариваться с людьми, которые раньше были для них нерукопожатными. И вот это будет определенное изменение. ПАС будет превращаться, она уже превращается, но процесс продолжится и закончится окончательно в партию, как все. То есть в партию, которая может договариваться с людьми Плохотника, с людьми, ну еще с людьми Шора. И они должны будут научиться это делать. Возможно, они это не до конца будут делать. С людьми Додона, с людьми Плохотника, которые находятся в разных политических. Мы знаем, что эти партии, которые сейчас получили неплохие результаты в районных советах, в них очень много, кстати, многие результаты были достигнуты для того, чтобы людьми, которые были у Плохотника, возьмем тот же Хенчеште, кто победил, или в Резине, там тоже неплохой результат взяли партия, или в Неспарен, там тоже. Поэтому у ПАС выбор или остаться целомудренным и отказаться пожимать руку людям, которые заподозрены в коррупции, которые были для них неприемлемы, или начинать с ними договариваться. И я думаю, что они будут договариваться. Но мы уже видели при выдвижении кандидатов на посты примаров, что от ПАС там тоже были. Да, тем более, что и Парчевскую, да, говорили. Те, которые были в Демпартии и так далее. Ну, их поснимали. Я лично не разделяю этой точки зрения. Я думаю, что этого, по крайней мере, до парламентских выборов не будет. И знаете почему? Потому что если ПАС сейчас начнет договариваться с разными сомнительными личностями, которых сам ПАС определил как сомнительные личности, то это, по сути, наступит на горло собственной песни. Потому что два года говорили, строили свою политическую идентичность именно на этом, и мы сегодня менять полностью этот подход. Вы хотите сказать, что правящая партия, получив первое место в 19 районах, я сегодня видел красивую карту, там желтая, север-красный и юг чуть-чуть красный, получив вот такую карту, они что, остались разбазариваться на местном уровне? А до этого как было? До этого было по-разному. Нет, я имею в виду, что ситуация до местных выборов, у нас предыдущие местные выборы когда у нас были? В 2019 году, да, то есть после этого там не было. Ну, коалиции там были тогда созданы, потом власть сменилась на центральном уровне, и там тоже перетекали туда-сюда. Я говорю о том, что ПАС, по большому счету, собственно, не контролировала никаких районных советов, или не было такого, что не контролировали какие-то там... У них были, я не могу сказать сейчас, но у них были председатели районов. Были председатели районов, но нет, я думаю, что там, где это удастся сделать, мне кажется, что здесь, наверное, основным критерием будет, и, наверное, этот критерий будет правильный, это приверженность европейской интеграции. Я сегодня определяю партии как правая и левая, знаете как? Вот те партии, которые действительно хотят, чтобы Республика Молдова по-настоящему двинулась в сторону Европейского Союза, быстро провела переговоры о вступлении и вырвалась из сферы российского влияния, это, наверное, проевропейские партии настоящие. А те партии, которые хотят, чтобы Республика Молдова продолжала оставаться в серой зоне... Вы можете назвать, у нас избирательная кампания как бы закончилась. Те партии, которые говорят... Вы можете назвать вот сейчас вот на вскидку такие вот... Кто? Платформа, да? Да, они, скорее всего. ЛДП, да, я думаю, да, я думаю, что... Да, но не везде можно будет сделать... Не везде можно будет сделать, нет, смотрите, то есть и вот это принципиальное различие, потому что сегодня, значит, очень много партий говорит, ну, давайте мы будем дружить с одними и с другими, мы будем где-то посередине, значит, это прямая дорога к тому, что Республика Молдова стала несостоявшимся государством и попала в этот геополитический водоворот, в том числе, возможно, и войны, вот. Поэтому, ну, для меня как бы принципиальная вещь, это партия, которая действительно по-настоящему хотела бы, что Республика Молдова быстро и эффективно провела переговоры с Европейским Союзом, быстро и эффективно, постаралась сделать все возможное для того, чтобы вот из этого геополитического водоворота выйти и стать частью европейского пространства. И я думаю, что именно по этому критерию, наверное, будут строиться коалиции, в том числе и на местном уровне. И да, вы правы, я думаю, что в некоторых случаях это приведет к тому, что при победе в этом районе, не при большинстве, а при победе, вполне возможно, что окажется и в меньшинстве. Да, я должен уточнить, нас внимательно слушают, и мы так и навскидку говорим, а люди замечают. Ошибочки, да? Петр Влах мне пишет, что ЛДП, мне упомянули, у них тоже один председатель района. Вы только что сказали про ЛДП. Примар, 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 примар в Телинешт. Примары городов, мы когда говорили. И у партии Перемен, примар в Резине. Но, по крайней мере, смотрите, в этой избирательной кампании ведь ПАС, по большому счету, все еще не задействовала двух своих самых главных активов, двух своих самых... Один Майя Санду, второй... Конечно, потому что Майя Санду, по сути, не участвует. И второй, это Диас. Я спрятывал Игорь Гроссов. Это очевидно. Нет, в ПАС больше нет лидеров. Это абсолютно понятно, что рейтинг и политическое будущее партии ПАС целиком и полностью зависят от президента Республики Молдова, Майя Санду. Это ни для кого не секрет. И, собственно говоря, это и есть основа каких-то... Опять не хочу заходить далеко. Но эти два актива в этой избирательной кампании вообще не были избирательными. Владислав, на президентских выборах политологи, вы в том числе, на сегодняшний день не видите реальных контркандидатов для Майя Санду. Я вижу. Но очень интересно, кто этим контркандидатом будет. Это дико интересно. Я вижу политику, которые могли бы, но реального кандидата, на которого бы сыграли все для того, чтобы у него были шансы, пока что нет. Это еще будет телесериал за то, кто будет, кто получит право выступать в роли единого кандидата. Я вижу много желающих. Это очень много желающих. И там будет еще очень много интересных перипетий. Вопрос, который я хотел вам задать. А опробованная технология, которая дала хорошие результаты в Гагаузии, отличные результаты в Аргееве, за одну ночь родили примара, которого никто не знает в районе, в Бельцах частично, посмотрим, чем там закончится. Вот эта технология на президентских выборах может быть опробована? Если на местных давали 300 долларов за голос, сколько же будет стоить голос на президентских? Не, может. И я думаю, наверняка будут пробовать это делать, но я думаю, что ее эффективность там будет крайне низкая. Почему? Крайне низкая, потому что на президентских выборах все-таки будут голосовать идеологически, если хотите. И это мое очень твердое убеждение. Я партия, я за три месяца до парламентских, четыре даже месяца до парламентских выборов, я очень многим людям в партии ПАСС говорил, что партия ПАСС выиграет больше 60 мандатов в парламенте. Никто не верил. Я говорю, не, не, не. Это тренд, это тенденция. И вот я вам говорю, что тенденцию на президентские выборы переломить будет крайне сложно. И мне будет действительно очень интересно понаблюдать за этим телесериалом, когда люди для того, чтобы стать этим единым кандидатом от оппозиции, будут топить друг друга, поливать друг друга грязью. И нас тоже ждет очень много чего интересного. Я думаю, что у нас на самом деле с Нового года начнется период разливания грязи ведрами. И это будет, наверное, война всех против них. Так же было, в принципе, на этих выборах. Даже в Кишиневе правые партии критиковали в основном партию ПАСС. Вот, вот, вот что интересно. И то, что самое будет с левыми партиями. На этих выборах. Я думаю, что да. Партию ПАС. Это были такие праймарис через выливание. Критиковали левые. Господина Чабана левые просто не упоминали. Ни Василий Боля, ни Диана Караман. Очень осторожно. Ни другие кандидаты. Господину Додону вообще запретили баллотироваться. Я думаю, что сейчас это поменяется. Вот сейчас это поменяется. Начнут что? Конечно, начнут критиковать все друг друга. Потому что я думаю, что и в господине Чабане сейчас увидят возможного выдвиженца. Это тоже хороший вопрос. Как строить правильно свою политическую политику? И когда мы говорим об едином кандидате на пост президента или там еще что-то рассуждаем, они же левые бьют левых, а правые бьют правых. А потом выжившие левые бьют выживших правых и наоборот. Именно так. Да, это борьба за выживание в несколько этапов. Кстати, на выборах я видел одну великолепную партию. Вот едва ли рука не поднялась, чтобы поставить штамп. Политехнологически было придумано очень грамотно название. Да, вот сегодня можешь назвать. Как она называется? Я забыл, как она называется. Рука? Ярдана? Нет, нет, нет. Владиславу очень нравилось название. Впечатлило креативность этого названия. Первый раз услышал, что ли? Я его раньше просто не слышал. Ну, слушайте, политолог, партия за людей, животных и природы. За людей, животных и природы, да. Я сразу же увидел кентавров, которые бегают. Иван Дрон. Насчет репрезентативности партий. Вот мне господин Слуцарь, который писал сегодня об этом, предупреждал ПАС, и он и до выборов писал. Он уточнил, что ПАС получила без диаспоры 580 тысяч голосов на парламентских выборов. Сейчас 305 тысяч, что означает 26,5 процентов. Достаточно мало. И в этом контексте сегодня лидер социалистов Игорь Дедон потребовал срочного проведения президентских и парламентских выборов, потому что власть нелегитимна. Ну, опять, этот аргумент я не воспринимал даже при Плохотнике, когда говорили, что власть нелегитимна. Даже при Плохотнике, хорошее, точнее. Да, потому что тогда, ну, тогда вроде было бы, все говорили, что власть нелегитимна. И когда я спрашивал, почему, они говорили, вопросы показывают это. Потому что у Плаходнюка всегда был рост все-таки политический, медленный, но рост. Он на последних выборах набрал больше, чем на других выборах. Но все говорили, власть нелегитимная. Когда я спрашивал, почему опросы показывают. Сейчас, да, не очень убедительные результаты пас, но опять это не падение, это не катастрофа. Поэтому, конечно, с политической точки зрения правильно, что Додон это требует. Так же, как оппозиция при Плаходнюке этого требовала. Но он требовал и до этих выборов. Да, но, да, он требовал и до. Но, в принципе, конечно же, пас может очень легко пережить вот эти требования Додона. Потому что на сегодняшний момент это заявление о нелегитимности, оно еще не полностью, к сожалению, подтверждается реальной ситуацией. Хотя, конечно, для меня главный аргумент это то, что делается в юстиции, на выборах, как Шанс, Стояногла, с партией Шор. Но пока что это политически, да, ослабляет пас, но не настолько, чтобы говорить, что пас должно сейчас же уйти. Я это вижу, наверное, даже как первый шаг в борьбе за лидерство оппозиционными силами. Потому что кто-то должен примерить на себя эту шапку, кто-то должен выступить вот с таким, с такой мантрой о том, что я поведу за собой объединенную оппозицию. Я считаю, что это борьба за это лидерство оппозиции, она будет только лишь ужесточаться. Мы можем на вскидку накинуть пять кандидатов, которые будут в этом участвовать. И все они достаточно. Кстати, на завтра там кто-то призывал на акцию протеста. Не, не акцию протеста, он сказал на дискуссии. Но я с трудом себе представляю, как вообще эти все партии можно объединить. Я с трудом представляю себе, как можно объединить, например, партию Кику и Шора. А я пишу много общих элементов. Еще одна идея. Смотрите, по поводу этого аргумента, что 500 тысяч или 300 тысяч. Но еще раз скажу вам. Ведь парламентские выборы 2021 года, их как определили, как суть? Их определили как третий тур президентских, по большому счету. В принципе. То есть это, по большому счету, пошло паровозом, если хотите, на имиджи президента Майя Санду. Еще раз скажу. В этих выборах 305 тысяч голосов и, по сути, нулевое участие президента. Но неизвестно, будет ли паровоз так сильно тянуть. Да, но это, опять же, преждевременно обсуждать. Когда говорим мы, опять же, о репрезентативности, интересно написал гражданский активист Виталий Спрынчаны по поводу победы Иона Чабан. Он говорит, что выборы были геополитические или нет. Он говорит, вспомните, вот эти, которые сейчас баллотировались. Очень многие там из команды Кирток, из команды Чабана, Керонда и так далее. Они говорили, что выборы в местные органы власти, это не про геополитику. Это про дороги, тротуары, парки и так далее. Став кандидатами, они стали говорить про Кремль и про политику. И поэтому, пишут господины Спрынчаны, кого представляют вот 20 с чем-то кандидатов, которые смогли убедить только 40-41% избирателей выйти на избирательные участки. И является ли репрезентативным примар, которого избрали всего 20% жителей Кишинева? Ну, таковы правила демократии. Кто хотел голосовать, голосовал. То есть, это всегда, я этот аргумент слышал и раньше, что президент там избран таким-то количеством голосов. По определенным причинам часть не вышла и не проголосовала. Это в какой-то мере их проблема, но в данном случае есть и проблема того, что некоторым, скорее всего, некоторым гражданам, мы не знаем, как много, наверное, много, просто не позволили голосовать за своего кандидата. И опять про партию шанс. Здесь добавляется и эта проблема, что некоторым избирателям просто не дали опции. И тогда они не были. Это вряд ли бы разменило бы расклад по Кишиневу. Ваше мнение таково, да. Как хотел вас спросить, как этот результат повлияет. Нам так и не удалось связаться с господином Маноли, с Промолекс. Но меня удивило, что наблюдатели Промолекс, они говорили, что количество нарушений увеличилось два раза по сравнению с предыдущими выборами. Но это нарушение, размещение баннеров ближе, чем 100 метров от избирательного участка, что-то там. Такие. Про подкуп избирателей не говорили. И международные... Я хотел спросить, как вот то, что сняли партию, что были нарушения, отразиться на процессе европейской интеграции, учитывая в том числе, что послезавтра 8-го европейская комиссия должна дать свою резолюцию по первому отчету, своей рекомендации, может это повлиять или нет. Я заметил, что международные наблюдатели и миссия НМО, и миссия ОБСЕ БДИЧ были очень осторожны, сдержаны в оценках. Я помню отчет ОБСЕ 2009 года, когда там после событий 7 апреля. Сейчас был такой очень такой... Я думаю, что на Западе есть такое политическое ЦУ, Молдову не трогать и оставить там их дела, что они там творят, но мы их сейчас не будем никак трогать, потому что все должно быть щитокрыто, и они должны получить вот это прохождение. И это как бы все извинит. Но я все-таки напомню, что были наблюдатели, которые хотели быть аккредитированы в Молдове, они представляли Европейскую партию Левых, это партия в Европейском парламенте, их даже наш ЦИК, вернее, Министерство иностранных дел, не дало аккредитацию, и ЦИК тоже. И объяснив это тем, что они не являются международной организацией, что очень странно. То есть есть какое-то понимание того, что все тех, которые критикуют, не надо пускать. Пусть это сейчас все выглядит красиво, завернуто в красивую оболочку, дадим Молдове то, что она сейчас просит, а потом уже посмотрим. Меня, конечно, это не устраивает. Это значит, что замалчиваются определенные политические преступления. Но вот за Узапада сейчас такая позиция, вот господин Кульминский говорит, это все правильно, потому что мы должны, как скорый поезд, быстрее попасть в Евросоюз, и здесь все можно списать. Я считаю, да, я не проевропеец в этом смысле. Я не думаю, что можно списывать преступления, и меня скорость движения к Евросоюзу мало интересует. Мне главное, чтобы все... Евросоюз для меня не народная партия, и не это фон дер Ляйен и Боррель и Мишеля. Для меня какие-то ценности, которые были заявлены, я вижу, что они не соблюдаются. Но да, проевропейским сейчас нужно быть, как господин Кульминский. То есть двигаться на всех парах к Евросоюзу, к Брюсселю. Я говорю, хотя у меня такое ощущение, что движения нет, это только кажущие движения. Вы мне приписываете слова, которых я не произносил. Ровно в счет, у меня чего-то... Ну, я интерпретировал. Я не про решение закона, не про то, что все средства хороши в достижении цели. Конечно же нет. Давайте еще раз подчеркнем, что и то, что наблюдатели на выборах были достаточно сдержаны, я думаю, это все объясняется тем, что правительство должно все еще предоставить все конкретные аргументы и конкретные доказательства от того, почему партию в шанс сняли. И нам еще предстоит это всем увидеть. То есть не о каком там, знаете... Они не сказали, что предоставят. А те ждут? А вы уверены, что эти хотят предоставить? Конечно же сказали. Ну, я не услышал. Есть обращение в суд. Я так понимаю, что суды обязаны... Так суды могут дляться очень долго. Рассмотреть обращение. Вот в суде сегодня господин Постик, зампредседатель ЦИК, сказал, что когда начнутся обсуждения в суде, мы готовы предоставить. У нас есть, мы готовы предоставить. 160 томов уголовных дел... Конечно, но, Канель, но согласитесь, правительство же тоже не может сидеть и ждать, пока... Значит, если у них есть информация от спецслужб соседних государств, если у правительства есть информация от своих собственных спецслужб, если у них есть информация, собранная из очень надежных источников, о том, что ряд людей создали сетевую структуру не для того, чтобы продвинуть демократические процессы в Республике Молдова, и даже не для того, чтобы выиграть выборы, а для того, чтобы создать в стране хаос, для того, чтобы подорвать демократические процессы. И, по сути, разрушить то единственное достижение, которое у Республики Молдова есть, несомненно, это то, что власть у нас меняется по итогам выборов. Вы так красиво рассказываете, что я склонен с вами согласиться. И правильно сделайте, Корнелли, согласитесь. Но я не соглашусь, потому что вы очень красиво все описываете, но я хочу видеть реальные доказательства. Если есть вот такого вот рода подозрения, обоснованные и подтвержденные определенными доказательствами, конечно, в этих случаях нужно действовать. Но нам предстоит увидеть эти доказательства, и очень важно, чтобы эти доказательства были действительно... Что будет в Кишневском муниципальном совете? Последний вопрос, наверное, который я успеваю задать. Потому что там очень интересная картина. Как всегда, бардаки. 20 на 20. Но да, я в этом контексте, как всегда, бардак. Бардак, хаос и время от времени раскил поинтересу. Да, прошли в качестве советников Виктора Керонда, Рената Усатой. Будет весело. Сам Рената Усатой прошел? Он, по-моему, был первым в списке нашего. А, нет, я этого не видел. Игорь Додон, Василий Костюк и кто еще там? Ну, в общем... А, еще Диана Караман, не знаю, она предпочтет остаться в парламенте. Да, они у них... Наверное. Но все равно, там очень веселая такая картина собирается. Состав, да, состав. Да, состав тот еще. Заседания муниципального совета будут набирать очень высокие... Ну, вы понимаете, я не думаю, что они будут превращать Кишиневский муниципальный совет в парламент. И будет конкуренция между парламентом и... Потому что муниципальный совет, мне кажется, выигрывает по тяжести ораторов перед парламентом. Но господин Додон и Усатый, например, они вышли из уровня муниципальных советов. То есть для них это слишком мало. Ну ничего, Андрей Анастасий не так не посчитал после президентских выборов. Спасибо за участие в сегодняшней передаче. Оп! Очень важный вопрос. Я прошу прощения, если задерживаю время. Чуть не забыл. Господин Кульминский, на последней нашей передаче с вами вы сказали, что в ГГУЗе покупали голоса. Госпожа Гуцул потребовала, чтобы вы принесли извинения и опровержение этих утверждений. Я, госпожу Гуцул, несколько раз писал, приглашаю на передачу. Вместе с вами или без вас? Вы готовы опровергнуть или подтвердить? Я готов принять участие в любой передаче, в любом формате, на любом телевидении, на любой площади, в любом райсовете, в любом зале с госпожой Гуцул для того, чтобы у всех граждан Республики Молдова наконец-то появился более-менее четкий и ясный ответ на вопрос, который правильно задал сегодня Корнелю. Это госпожа Гуцул. Кто такая госпожа Гуцул? Я про Чебана спросил. Хуя вместо Чебана. А, да, вот так. Я готов просто помочь осветить этот вопрос крайне вежливо. Опровергать свои утверждения не будете? Я редко когда говорю что-либо в общественном пространстве, в чем я не уверен. Госпожа Гуцул, я публично приглашаю вас. Хотите с господином Кульминским? Игене Александровне, приходите. Ходите без господина Кульминского. Мы готовы обсуждать, чтобы все поняли, что происходит в Гагаузии, и чтобы вы не обвиняли, что вот голословное обвинение. Приходите, аргументируйте. Это была Новая неделя с Анатолием Голи. Уважаемые телезрители, спасибо за то, что вы с нами. До встречи в понедельник. Всего вам добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова